Так и так у нас с вами ответы на вопросы, как обычно. Поднимайте ручки, я вас плохо вижу, но надеюсь как-то по звуку буду ориентироваться. Вот, полчаса у нас с вами беседа, а потом дальше идет лекция. Ваш вопрос, микрофончик кто у нас разносит? Есть кто в зале? На втором ряду там или... Поднимайтесь, чтобы видно было. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Не-не, вот на втором ряду с микрофончиком у нас, садитесь. Здравствуйте. Садитесь. Мне садится тоже. А вы где? Поднимите ручку, кто спрашивал еще? Вы, понятно, кто еще? Вы спрашивали? Нет, кто спрашивал сейчас меня? Я, наверное. Где вы? Вот я, в конце зала. А, все, вижу. Ну, будь следующий, садитесь. А вы тоже садитесь, спрашивайте. В общем, у меня вопрос про мою ревность. Ну, я вот не люблю, когда мой муж с другими женщинами общается. А кто это любит? Ну, никто не любит, да. Но вот мне не хочется, чтобы он с ними дружил. И он с этим более-менее смирился, что ни с кем дружить не получится. Ну, если вы будете по-доброму себя с ним вести, то он рано или поздно смирится. А куда деваться-то? Ну, вот вроде смирился. Но вопрос немножко про другой еще момент. Что, когда по работе, там тоже встречаются другие женщины. И я вот волнуюсь, что вдруг они задружатся. И мне тоже не хочется, чтобы он с ними работал. А это уже тяжело. Потому что, ну, это же работа. То есть он говорит, ты меня в работе ограничиваешь. Ну вот. Вот смотрите, волнение – это не способ удержать человека. По-доброму говорить ему – способ. Настаивать – способ. Волноваться – не способ. Ну, то есть ваше волнение означает слабость. То есть вы волнуетесь – означает, что те женщины имеют преимущество перед вами. Потому что они не волнуются. Понимаете, если вы волнуетесь, вы становитесь некрасивой. Поэтому вам надо победить себе это. Эта слабость, которую надо убрать из вашего сердца. Иначе вы теряете. Надо вот эти вот верхние прожектора, которые на меня светят, их ослабить. Потому что они мне мешают видеть людей. Вот. Супер. Ага. Вот так. Потому что у нас лекция, а не концерт. Меня нормально видно все равно? Ну, вот сейчас уже как-то мне полегче. И глаза тоже, они слепят. Я ничего не вижу. Сейчас нормально, да? Так вот оставим. Решили вопрос? Ну, вот еще мама спрашивает, а как это сделать? Она, кстати, тоже ревнивая. Ревность означает, что человек не имеет силы. То есть, сила приобретается от отношений. Вот, допустим, если начать зарядку на природе делать. Я об этом буду сегодня говорить. Ну, то есть, человек может копить силы от природы, от молитвы, от подружек. Допустим, добрые подружки есть, они дают силы. Обычно человек ревнует означает одиночество. Вот, если, допустим, у вас есть много подружек, с которыми вы счастливы в отношениях, тогда не будет ревности. Ревность означает нехватка общения. То есть, вы как бы обделены, получается. И вы проекцируете эту обделенность на него. Понимаете, есть два чувства. Одно чувство, это опасение за то, что он общается с чужими женщинами. Это в целом неправильно. То есть, вы опасаетесь, что он наслаждается этими отношениями. Там, все-все-все с ними. Там, это неправильно. И из-за этого надо опасаться. Но, понимаете, ревность, это совсем другое дело. Вот, допустим, есть жадность. Вот, допустим, мне хочется мороженое. Ну, допустим, мне хочется мороженое. Ну, и ладно, нет проблем. А есть жадность. Если, допустим, кто-то мороженое ест, я думаю, я хочу это мороженое у него отнять. Это же жадность. Ну, то есть, есть разные чувства. Если, допустим, чувство, что муж не должен общаться, твердая позиция такая. Это правильная позиция. Но, если вы ревнуете, означает, вы зависите не от Бога, не от природы, не от добрых людей, а от мужа. А зависимость от мужа означает его потери. Вот я вас сейчас послушала и поняла, что я сюсю-пусю опасаюсь. И вот он считает, что это надо, чтобы работа нормально складывалась, чтобы были человеческие отношения. Ну, понятно, любой мужчина может объяснить, почему он наслаждается женщинами. Почему он наслаждается женщинами? Потому что хочется наслаждаться женщинами. Вот и все. Хоть объясняй, хоть не объясняй. Вы сейчас думаете о нем. А я вам говорю о вас. Потому что еще раз повторяю вам, что само по себе ваша позиция, что это неправильно, это позиция хорошая. Я сейчас говорю о слабости. Вот, допустим, идет сражение, да? Человека ударили, ему больно. Один вариант. Он терпит и сражается дальше. Второй вариант. Он плачет и отказывается сражаться. Какой вариант лучше? Ну, если сражаешься, лучше не плакать. Вот это вы себе скажите. Потому что ваша ревность означает плакать, а не сражаться. То есть вы теряете себя, вы проигрываете этим женщинам в этом сражении за своего мужа. Ладно. Ладно. Я вам говорю причину, почему вы проиграли. Потому что есть такой тонкий вопрос. Есть просто любовь, а есть любовь вера. Любовь вера означает близкий человек до свидания. Вот любовь вера именно рождает ревность, зависимость, унижение. Вот эти все вещи, которые отталкивают от человека. Любовь вера означает несамодостаточность. У вас не хватает Бога в жизни, не хватает природы, не хватает добрых людей. Вы одинокая. Понимаете? Муж не может заменить все это. И вы от него хотите больше, чем он может вам дать. Это называется ревность. Понимаете? Если как бы, допустим, я не ревную свою жену. Почему? Потому что я самодостаточный человек. Я, конечно, она мне верная, я не беспокоюсь за нее. Но я вам говорю об этом, что ревность означает, что ты слаб. У тебя, ну, ты зависишь от человека. Вот одно дело, хочу мороженое, другое дело, зависеть от мороженого. Если мне не дали, я там ночью не сплю. Там, понимаете? Вы в зависимости находите. И он тут ни при чем. Ну, то есть контролировать надо любого мужика. Вот в отношении женщин. Это нормальная вещь. Но вы сейчас, мы говорим же не об этом, вы говорите о нем. А я говорю о вас. Потому что у вас чувства разрушают вашу семью и вашу жизнь. Ваши чувства, не его чувства. Ну, уже же лучше, чем раньше. Я же не говорю, что вы плохая. Просто вам объясняю, что делать, как жить. Конечно, все у нас нормально. Сто процентов. Все решили? Да? Ну, просто мне не хочется, конечно, вредничать с вами, но... Но буду вредничать, да? Ну, похоже на то. Ну, вот даже... Значит, я всегда одинокая была? Я же всегда ревнивая. Да, всегда одинокая. Потому что, если человек не одинокий, то он просто объясняет, что так не надо. Но он не ревнует. Почему он не ревнует? Потому что он... Как вам объяснить? Вот, ну, как бы... А можно вот те вот тоже фонари вот сзади выключить? Они вообще не нужны. То есть, они людям не помогают. Не верхние... Не верхние фонари, а сзади эти плафоны. Они мне просто слепят меня, ослепляют меня по поводу зала. Людей они не освещают. Затылок им светит. То есть, они вообще не нужны. Вот эти задние. Может, они выключателем выключаются. Я не знаю, чем они выключателем. Задние плафоны, которые вот прямо раз, два, три на меня светят. Сверху надо включить эти прожектора. Они понемножку хорошо светили, в принципе. Сейчас меня хуже видно уже, да? Стало. А? Хорошо видно меня? Не очень, говорят, да? Хорошо. Не-не, ну, надо... Вот, нормально, да, сделать так. Сейчас хорошо, да? Нормально? Задние плафончики надо выключить. Спрашивайте дальше вот женщину, которая встала сзади. Ага, добрый вечер. Вы опять встаньте, я вас не вижу. Ага, все, давай. Видно, да? Да, садитесь теперь. Меня звать Ольга, мне 44 года. Не обязательно вот это все, не обязательно. У меня такой вопрос, вот, про личную жизнь, про мою. Я в 27 лет родила ребенка от женатого мужчины. Вот, как бы сейчас уже ребенок вырос. Я там пыталась построить отношения, но они у меня не складывались. Вот, сейчас я встретила мужчину, и как вот мне не ошибиться, что вот он меня за все время, что я вот жила, встречалась с мужчинами, меня замуж не звали. Ну, сейчас вот как бы он зовет, но у меня какой-то в душе страх, сомнение, как правильно поступить. Ну, что если зовет, что тут такого, надо выходить. Ну, а как побороть тогда страх, который есть во мне? С помощью меня. Ну, я вот начала ваши лекции слушать, наверное, ну, вот в течение года я слушаю. Поймите, что все равно вот вы, как бы, вот выходите замуж, все равно это опасно. Ну, как бы другой человек. Да, согласна. Вот, он-то уже взрослый, то есть это не пацан, то есть у него свой опыт какой-то жизни, там, какие-то трудности, может быть. Всегда это трудно, но если вы решительно настроены, если вы правильно живете, то вы эти трудности преодолеваете. У него сейчас период идет плохой, связанный с личной жизнью, он продлится еще 8 месяцев. У кого? У него. У него? Да. Ну, и может быть это вызывает у вас страх, что он немножко отшибленный какой-то, да? Есть такое, ну, я тоже же отшибленная. Ну, нормально, значит, вы встретились. Я потому что чувствую, что, в принципе, мы на новом уровне. Ну, вот, хорошо, видите, все, вот вы подтверждаете. Не надо бояться, надо вот замуж предложил, надо сразу соглашаться. И все. Сейчас редко кто замуж вообще предлагает. Ну, а его вот этот тяжелый период, его как-то, ну, преодолевать же надо? Тяжелый период у всех бывает. Вот вы живете, у вас периодически бывает тяжелый период. Вот три года назад был тяжелый период. Через два года еще будет. Что теперь делать, не жить? У меня, да? У меня, ну, я про вас говорю и про себя. А вот еще у меня есть возможность переехать в другой город жить. Какой город? В Петербург. Ну, едьте, нормально вам там быть. Он хочет. Он хочет и из-за сына у меня есть возможность уехать. Он там, у вас сын там живет? Ну, он сейчас заканчивает школу и планирует поступить в Петербург. Ну, перейдьте. То есть, мне там будет хорошо? Ну, нормально, мне кажется. Хорошо никогда не бывает, когда переезжает человек, идет адаптация какое-то время. Новый город, новые люди, все по-новому. Какое-то время адаптация. Лучше сначала выйти замуж, потом переезжать, чем сначала переезжать, потом выходить замуж. Понятно. Спасибо. Вы, наверное, только начали слушать мои лекции, да? В течение года слушаю. Да. Ну, просто смелее как-то так настраивайтесь на жизнь, пытайтесь ее побеждать. И все будет нормально. Ну, вы вот спросите женщину. Вы, да, сразу вставайте, вставайте, да, чтобы вас было видно. Нет, не вы, вот на белом микрофончик не захватывать. Вы в белом, да, вставайте. Потом вы будете там сзади. Здравствуйте. Садитесь. Можно присесть или стоять? Нужно даже, да. Знаете, у меня такой вопрос. То есть, когда я была помоложе, я мечтала встретить мужчину сильнее меня. Я его встретила. Мужчину какого? Сильнее меня, чтобы я чувствовала его мужскую силу. Но это не значит, что он сильнее вас. То есть, если вы чувствуете его мужскую силу, это не значит, что он сильнее вас. Все мужчины слабее женщин с точки зрения психики. Ну, вот мы в браке с супругом 7 лет. И мне так не удалось найти ту ниточку к нему, чтобы, когда возникала какая-то ситуация, чтобы наше обсуждение этой ситуации не переходило в спор. Вот вы вместе, да? Как? Нет? Это ваш супруг рядом, да? Да. У нас выникает... Вы жалуетесь на него, да, мне сейчас? Нет. Нет. Я хочу понять. Попрошу вас объяснить. Я... А мы как раз вот сейчас собрались с вами об этом говорить, всю лекцию сегодня будем. К чему спорят люди между собой? В чем природа мужчин и женщин? Да, я хотела понять, в чем во мне проблема, какая у меня проблема? Я стараюсь, но я не могу... Какая проблема у вас? Вот в чем проблема, что вы спорите, да? Проблема в том, что вы женщина. Вот если есть мужчина и рядом с ним женщина, то с ней просто невозможно. То есть, если женщина, если мужчина рядом, с ним как-то еще можно решить вопрос. Но если женщина, то очень сложно. Потому что она другая, у нее другие взгляды, другое восприятие мира, другое представление о жизни, другие потребности, другие желания. И еще есть судьба, через нее действует, которая заставляет мучиться, страдать. Но выход есть. Я буду говорить об этом выходе. Если вы его примете оба, или хотя бы один из вас, тогда вы сможете постепенно, если оба, сразу легче станет. Если один из вас, то постепенно легче станет. Но проблема в том, что вы не уступаете. То есть, вы свою правду ставите выше отношений, выше любви. То есть, вы не можете переступить через себя в эти отношения. Вот я могу, например, я с своей женой не спорю. Это не значит, что вы ему говорите, и ты не спорь со мной. Так не надо говорить. Это он сам решит. Например, я вам говорю, вы не спорьте с ним, а он, допустим, захочет не спорить с вами. Ну, то есть, это добровольное решение, понимаете? Не то, что он как бы сейчас будет уступать, а вы не будете. Я говорю про вас сейчас. Понимаете, я на лекции буду это объяснять. Спасибо. В целом, причина вот этих всех споров – это незнание. Нет знания, как вести себя с человеком. Это незнание имеет две составляющие. Первая составляющая – это вообще непонимание, непонимание само по себе, как строить отношения с противоположным полом. Там есть свои законы, которые люди в основном не понимают. И вторая причина – это слабость. Вы слабые. То есть, у вас нет силы терпеть друг друга. Все. У вас нет знаний и нет силы. Две вещи. Отсюда есть желание победить в споре, противостоять, доказать свое, отстоять свои права там и так далее у каждого из вас. Это все невежество, глупость в отношениях. Она не поможет ни вам, ни ему, никому. Любовь не на этом основывается, что как вы пытаетесь строить отношения. Не на этом, в принципе. Я на лекциях буду говорить. Спасибо. Ну, там сзади вот девушка вставала, чтобы она не обижалась на меня. Кто там вставал? Вы вставали. Вот та вставала. Ну, вот ей дайте, значит. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Садитесь. Благодарю вас за ваши лекции, за ваши знания. У меня такой вопрос. У нас конфликт все время с мужем возникает на почве того, что если я что-то комментирую, что он делает, ну, как бы любой комментарий, там, значительный или незначительный, он воспринимает как вот, ну, как бы, как сильно, как упрек. И я не понимаю, то есть что я должна делать, да, чтобы, ну, как бы правильно разрешить эту ситуацию. Не комментировать? То есть вот совсем. Ну, это я имею в виду не просто, там, как бы, комментарии, а как бы у нас же какие-то есть совместные дела, и я же не могу быть, как бы... А, совместные? Вы работаете вместе, что ли? Ну, нет, ну, все равно же мы же... У нас же семейные отношения, то есть у нас там есть, не знаю, там, дача, родители, там, ну, то есть все равно же какие-то у нас есть совместные... Ну это неправильно комментировать, то есть вы можете ему сказать, я бы хотела, чтобы вот так было, допустим, он скажет, ну мало чего-то хотела, допустим, или еще что-то как-то ответит. Ну то есть вы ему свои желания высказываете, но если вы начинаете комментировать, это значит, что вы посягаете на его мужское достоинство. Ну допустим, я читаю лекцию, вы встаете и говорите, Олег Геннадьевич, обратную связь хотите по лекции? Вот честно, нет. Ну если вы сильно хотите, можете дать. Ну то есть это с мужчиной так не разговаривает просто, то есть ему неприятно. Ну обратная связь нужна, конечно, но она по-другому делается. Ну то есть если мужчине начинают что-то комментировать, то ему просто неприятно. Это из него делают не мужчину, а девочку какую-то. Все, вот поэтому он нервничает. То есть мне просто все, что я как бы хочу сказать, да, говорить с позиции, что мне бы хотелось вот так вот. И оставить все как бы дальше решение за ним, грубо говоря. Ну вот это классная идея вообще, потому что женщина, она создает атмосферу и влияние, а решение принимает мужчина. И опыт показывает, что женщина, если правильно себя ведет, решение всегда будет в ее пользу, потому что мужчина ей благодарен за то, что она его не трогает. И влиять на ситуацию можно по-разному. Например, если вы видите, что он делает против вас что-то, вы можете поплакать там. Если он спросит, что плачет, вы можете сказать, что-то мне вот я не могу это переварить, это мои проблемы, прости, и продолжать плакать. И он скажет, ну ладно, будем как-то по-другому. Ну понимаете, то есть если вы вызываете жалость, это одно состояние у мужчины, если вы его упрекаете, другое, если вы его комментируете, вообще третий результат. У вас нет просто возможности с мужчиной себя вести правильно, вот в чем проблема. Вы не знаете просто, как это делать. Ну да-да, я понимаю, поэтому в этом и суть моего вопроса. А причина, вы не знаете силу женщины, вы думаете, вы слабая. Вот в этом ошибка. Вы не слабые, у вас есть сила, это сила настроения, женщина создает настроение в доме. Она, у ней, допустим, психика намного дольше реагирует на все, это тоже сила. Вот, допустим, женщина обиделась, она обижается на две недели, а мужчина на пять минут. Разница большая, то есть она все еще обижается, он уже сто раз пожалел, что вообще поспорил с ним. Вот, и потом будет думать в следующий раз, надо ему спорить или нет. Ну то есть женщина, она не может простить сразу, и нет такой возможности. Ну у нас на самом деле немножко геометральная ситуация, да, то есть наоборот он долго обижается, а я, ну тоже долго, но не так долго, как он. Это значит, он не обижается, идет на принцип, это совсем другое дело. То есть если он идет на принцип, значит вы реально, ну как-то, ломаете его как мужика. Понимаете? Вот значит вы не уважаете его как мужчину, мы будем сегодня говорить о том, как женщину уважать, как мужчину уважать. Вы его не уважаете как мужчину, вот он идет на принцип, это не обида. Это просто правило, то есть он пытается правило соблюдать. Хорошо, благодарю за ответ. Ну вы спросите вот дальше. Только вы больше без меня никому микрофончик не давайте, хорошо? У меня к вам просьба такая. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, очень счастлива вас видеть сегодня. Садитесь. Спасибо, что вы приехали. Я к вам тоже приехала на встречу за 2000 километров, что уже соскучилась. Это откуда вы приехали? Сейчас в Иркутской области я живу. Ничего себе, Дарья. Вот. У меня такой вопрос. Я вот уже восьмой год слушаю ваши лекции. Четыре года назад на вашей лекции я познакомилась со своим мужем. На лекции прям познакомилась? Да. Ничего себе. В Красноярске. Классно, да? Да. На лекции пришла, ушла с мужем. Ну, мы после знакомства год строили отношения по вашим лекциям. Через год, там, через 10 месяцев у нас была свадьба. То есть весь там клуб «Благость» у нас был в гостях. Там наша «Ятра», «Богащитания», «Махарадж». Что, не надо дальше никаких конфессионально-юринальных слов. Вот. Что у нас межконфессиональная лекция. В общем, ну, пять месяцев мы сейчас уже не живем с мужем. То есть где-то год назад мой муж сказал, что ему надоело все это благостная жизнь. И он хочет жить как... Что надоело? Благостная жизнь. И он хочет жить как все. Вы его что, передавили, что ли, какой-то благостный? Ну, вот я не знаю, пытаясь понять, что я делала не так. Ну, передавили его желания какие-то, наверное. Это называется искусственные стандарты духовные, понимаете, которые человек не может принять. Это называется фанатизм. Фанатики теряют близких людей. Стандарты принимает семья, а не человек. То есть вы, как человек, принимаете что-то, то вы таким образом ограничиваете насилие совершать над близким человеком. Ну, мне казалось, это его выбор был. То есть, ну, он практиковал. То есть... Ну, это вам только, значит, только казалось. Вы чего от меня-то хотите? Понять свою ошибку. Ошибка фанатизм называется. Надо было, когда он так сказал, сразу извиниться и спросить его, чего ты хочешь? Пойти навстречу. Жена должна защищать мужа в его желаниях, а не ограничивать. Защита – это немножко другое. Вот в монастыре ограничивают желания человека, понимаете, а жена защищает. Это разные вещи. Вы же не монастырь, вы женщина, правда? Мужчина – женщина, на женщине жильца, не на монастыре. Если он в монастырь идет, то он, как бы, там ограничен во всем. Если он к женщине идет, то у него другое желание совсем. У вас дети есть, нет? Нет, но с нами жила его дочь от первого брака. А почему у вас нет детей? Ну, не получилось, пока мы три года прожили. Получилась тоже проблема, надо было ее решать, надо было лечиться как-то, что-то делать с этим. Вы пытались его вернуть как-то, нет? Ну, я молюсь. Вы гордая, правда? Конечно. Но это плохо. Вы теряете человека сейчас. Ну, мне казалось, что какой-то плохой период идет, и мне казалось, что вот сейчас он кончится, и все. Ну, это правда, что плохой период, но надо менять восприятие мира, надо как-то по-другому вам жить, пытаться понять его, подстроиться под него. Немножко шаг назад сделать, чтобы потом идти вперед. Может, вам прийти к нему, извиниться, сказать, почему-то я недопонимал от чего-то. Ну, было несколько разговоров, ну, он говорит, вот я сейчас живу, и мне хорошо, я ничего не хочу менять. Ну, вот у меня ощущение, что, может быть, подождать еще как-то, ну, изменится что-то у него, восприятие какое-то. Сколько вы живете не вместе уже? Пять месяцев. Ну, идея правильная, ну, как бы, идея правильная, дальше общаться с ним, общаться, не обижаться ни на что, и он может вернуться к вам в этом случае. Я не обижаюсь. Месяца через три он может вернуться. Надо пересмотреть свой взгляд. Перестать быть гордой. Женщина гордая, пока она не понимает, что она женщина. Женщина означает меньше шансов выйти замуж, чем мужчина жениться. Ну, то есть у вас другое положение. Вы находитесь в более уязвимом положении по отношению к мужчине. И излишняя гордость здесь неуместна. Ну, то есть надо уступать, как-то по-доброму себя вести, и он может вернуться к вам назад. Такая возможность есть. Но если вы, ну, делаете какую-то, ну, то есть гордую позицию, то шансов вообще нет. Просто ноль. Ну, то есть он не вернется точно. Он принципиальный человек. Или вы уступаете, или он не возвращается. Спасибо большое. Что спасибо? Вы чего хотите-то? Помириться с мужем. Все, правильная позиция. Давайте снимем ролик. Не рухом. Подъемте. Люди, кто отреагирует. Нет, погодите, погодите. Стоп, не надо нажимать на ситуацию, вы ее не знаете. Если он, если сейчас снять ролик, то он немножко находится в такой оппозиции с ней. Он ей доказывает, пытается доказать, что, ну, он прав, она не права. Ну, то есть это вызовет насмешку у него. Вот он, допустим, сейчас мы ролик сняли. Просто... Я думаю, Олег Геннадьевич правильно все говорит, что он сейчас... Он насмешка, у него будет насмешка, и это только усугубит ситуацию. Сделает ее хуже. Ей нельзя терять себя в этой ситуации. Надо общаться с ним, пытаться с ним договариваться. Но если, как бы, вот такой типа ролика, то тогда в этом случае... Ну, на вас бы это хорошо подействовало, а на него подействует, типа, да, ну, посмотрим. Ну, то есть, как бы, он, как бы... Он еще сейчас пытается себе судорожно найти еще кого-то. Вот. Но у него сейчас точно это не получится. У него идет вот этот плохой период. И через два месяца он уже начнет думать в вашу сторону, и в это время пойдет сближение. Вам главное уступить вот эту идею фанатичную, убрать из сердца. Остальное все нормально будет. Еще мало кто согласится с его дочерью жить, у нее такой сильный характер, она такая дамочка, непростая. Поэтому, как бы, возможность у него жениться очень маленькая, найти себе кого-то очень маленькая. А вернуться к вам очень большая. Просто не нужны принципы никакие, и все. Ну, то есть, чтобы у нас в доме не было мяса, это принцип, да, вот, что вы имеете в виду? Ну, пускай будет мясо, вы его не ешьте просто. Ну, по поводу вот дочери, вот, у него еще большая ненависть к первой жене. Я вот уже, ну, когда думала о том, что с ним помириться, и вот порой думаю, что на таком фундаменте вот эту нашу совместную жизнь. Ну, это вас не касается, у него первая жена, она его ломала просто, как не знаю кого. Вас это, вы не такой человек, все нормально. Вы уступите, идите вперед, постепенно человек меняется. Он слишком быстро пошел вперед и понял, что он не тянет это все. Ну, надо сделать уступки, а потом дальше двигаться вперед, потихоньку менять его. Он так-то хороший человек? Очень хороший. Да, и он будет меняться постепенно, но сейчас это для него преждевременно, слишком быстро. Ничего не бойтесь. Если вы захотите, он вернется, не захотите, не вернется. Если не захотите, значит, вы его бросили, а не он вас бросил, и вы будете долго одна в результате. Понятно? Да. Потому что, если в этой ситуации кто-то кого-то и может бросить, так это вы его, а не он вас. Потому что его к вам назад потянет, потому что он поймет безвыходность своей ситуации. В отличие от женщины, мужчина не может быть долго один, ему нужен кто-то. А в его ситуации ему трудно будет, ну, практически невозможно найти себе жену. На это есть много причин. Понимаете? Ну, вы спросите. Да. Садитесь. Спасибо. Слушаю ваши лекции совсем недавно. Ну, тогда нет смысла общаться. Нет, есть смысл общаться. Потому что вы можете меня не услышать. Понимаете, я не консультант. Я говорю человеку то, что ему надо сделать. Я не даю советы. И если вы меня как советчика хотите использовать, то я просто зря буду тратить свои силы. Я очень быстро спрашиваю, позвольте. А чтобы вам услышать меня, вам надо меня слушать дольше. Вот как можно поверить человеку, который ты видишь первый раз? Ну, как-то можно. Да? Позвольте спросить. Сейчас смотрите, что будет, я не знаю. Давайте попробуем, хорошо, эксперимент. Хорошо, спасибо. Я очень долго одна, 15 лет после развода. И я справилась с ситуацией, думаю, что все уже позади. Развод это кто кого бросил? Это муж увлекся дальше. Трое детей. Последнему ребеночку было 8 лет на тот момент. Но все уже позади. И сейчас я встретила, ну, встретила, может быть, громко сказано, познакомилась с человеком, который сам находится в трудной ситуации. Мне бы хотелось ему помочь. Я смогу это сделать. Какая ситуация? Человек разуверился в себе, хотя очень хороший человек. Ну, помогите ему, он уверится в себе. И дальше? Ну, а дальше как Бог даст? Да? Да. А вы не пожалеете потом, если Бог даст ему не вас? Почему я должна пожалеть? У меня цель действительно поднять этого человека, помочь ему. Почему? Цель человека зависит от его мотивов внутренних. Ваша цель выйти замуж. А ваша природа заботится, этому может помочь. А может и нет. Потому что человек, когда находится в униженном состоянии, мужчина не может понять, кого его брать замуж. И женщина, которая ухаживает за ним, она выполняет роль матери, а не жены. И вот мой опыт показывает, что когда мужчина унижен, и попадается женщина, которая его поднимает, она является всегда промежуточным этапом. То есть она его поднимает, а замуж он берет кого-то другого. Потом. Поднимите руку, у кого так было. Вот, есть уже опыт. Спасибо, я вас услышала. И что дальше? Буду помогать человеку подняться, потому что я знаю, как тяжело бывает. Видите, если вы будете помогать ему, не привязываясь к тому, что он может вас взять, то он может вас взять. Но если вы будете на это надеяться, у вас нет шансов. Спасибо. То есть если вы будете помогать ему просто, и вы не зависите от него, тогда он, когда очухается, может вас воспринять как вариант. Потому что, смотрите, вот когда вы ему помогаете, и он к вам привязывается в это время, обещает, что-то начинает. Потом, когда он приходит в себя, он начинает думать о том, что он преждевременный шаг сделал, потому что он не был достаточно силен, чтобы выбирать. Понимаете? То есть он не выбирал, вы просто кто попался, то он и взял. Потому что у него кто-то попался. Это для мужчины неприятно. Понимаете? Но если вы не привязываете, просто ему помогаете, держитесь на расстоянии, он будет сам пытаться как бы с вами ближе быть. Ну вы держитесь на расстоянии, пока он не придет в себя. Вот когда он придет в себя и начнет уже думать, он вас выберет из всех, кто есть вокруг. И тогда уже это совсем другое дело. Когда мужчина унижен и слаб, с ним нельзя знакомиться в это время. Это очень опасно. Он потом отвергнет, когда придет в себя. Спасибо. Мне ваш совет помог. Помогать? Хорошо. Ваш вопрос, мужчина, на втором ряду. Здесь показал, собирается, мы общаемся. Вам, кстати, имбирь раздали, нет? Раздали имбирек? Нет? Почему? Организаторы где у нас? Зачем? А чтоб вирусом не болеть? Я вам сейчас расскажу. Это моя методика. Олег Геннадьевич. Кто, где? Мужчина, мужчина. Мне муж дал. Микрофон. У нас вопрос про нашу подругу. Она уже 4 года одна, ни с кем не встречается. Ведет духовный образ жизни, молится, по святым местам ездит, помогает. Она хочет замуж? Очень хочет. Это иллюзия. Вот она здесь, рядышком. Где она? Вот она. Дайте ей микрофон. Вы замуж хотите? Да. Ну, да. Вы уверены, что вот вы, ну, да, хотите замуж? Знаете, Олег Геннадьевич, я так сильно хотела, а потом, вот, слушая ваши лекции, поняла, что, наверное, вот, ну, не надо привязываться, так сильно хотеть. Я, как бы, и хочу, но вот, ну, не умру без этого. Вот, женщины, запомните, все, вот, вот, все женщины, в принципе, хотят замуж, но есть женщины, которые замуж не выйдут. Знаете, как определить это? Вот, если женщина в таком состоянии находится, полюбить тебя, уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо, где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел. Если вы в таком состоянии находитесь, замуж выйти, шансов нет. Потому что выйти замуж, это всегда аскеза, потому что замуж выходит не за женщин, а за мужчин. А мужчина имеет агрессивную, деструктивную природу. То есть, это природа мужчины, то есть, он не женщина, с ним тяжело. Поэтому, если вы не хотите париться, то, что я вижу сейчас, замуж не выйдете. А если хотите париться, то тогда у вас будет другое настроение, не то, которое сейчас. Нет, я уже просто немножко успокоилась на эту тему, потому что это уже достаточно много лет. Я очень парилась. Хорошо, по-другому объясню. Как вы думаете, почему вы не можете выйти замуж? Главная причина какая? Я не знаю этого ответа, поэтому я здесь. Я знаю ответ. Вы хотите себе человека, который вам не положен. Ну, то есть, женщины, они себя сильно преувеличивают. Вот у женщины все самое лучшее снаружи, а у мужчины все самое лучшее внутри. Вот вы смотрите на мужчину и думаете, ну, он как-то не дотягивает до меня. Так? Без билетов? Я просто... Чего, я не знаю. Без билетов остались, пока не началась лекция. Чего, никто не встречался в жизни, что ли? Ну, вот как я стала слушать ваши лекции, ездить во всякие полноченческие поездки, прямо вот честно скажу, что на протяжении нескольких лет даже никто не смотрел в мою сторону. Ну, если вы не смотрите в эту сторону, то как тогда встретиться? Да нет, это в мою сторону не смотрели. Вот смотрите, если женщина не подает сигнала, ну, допустим, едет подводная лодка, не подает сигнала, как ее обнаружить? Если женщина не смотрит, то невозможно обнаружить. Он что, с неба свалится, что ли? Понимаете, у женщины энергия, вот эта вот женская энергия имеет горячую природу, а у мужчины холодную. И мужчина растопляется женской горячей энергией. Вот женщине не надо замуж, и мужчина это всех топит. Вот ей надо замуж, и всех топит вокруг. Если она сильная, если как бы у нее сильная позиция жизненная, то она сильнее мужчин, тогда всех топит. И на нее начинают обращать внимание, знакомиться пытаться. Но если вы ни на кого не смотрите, так вы в подводной лодке, понимаете? Еще раз повторяю, вам не надо замуж. Если бы вам было надо, вы бы вели себя иначе. Что я не так сказал? Я что-то не очень поняла, честно сказать. Я-то вроде как бы и хочу, и смотрю по сторонам, но вот как-то нет. Вы смотрите по сторонам? Да, Олег Геннадьевич, я вот слушая ваши лекции, что как бы стараюсь примерно придерживаться всех этих моментов. Вот в мою сторону сейчас смотрят только женатые мужчины. Чего на них смотреть-то? Это правильно. Это правильно. Что такое говорится? Ну, все тогда, все будет нормально, если вот у вас настрой правильный. Может быть, вы поменяли этот настрой? Потому что я смотрю, вот эти три года у вас, ну, такая отшибленность, как бы вы не сильно этим интересуетесь. Вот то, что я вижу. Но если вы интересуетесь, хотите замуж, тогда все будет нормально. Но я не вижу у вас одиночества. Я вижу позицию определенную. Ну, а что, что, какая позиция, что неправильно, что поменять-то надо? Вот я не могу с этим разобраться. Позиция высокая планка. Хорошо, я буду анализировать. Спасибо. Женщина часто преувеличивает свои достижения внутренние по отношению к мужчине. Это основная из причин одиночества. Кстати, большинство девушек молодых до 25 лет все преувеличивают свои возможности, поэтому остаются одиноки. Они отшивают, 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 как бы, думая, что им положено что-то большее. Потом, когда видят, что уже возраст уходит, как бы, а ничего не происходит, они снижают планку, и тогда уже это дает возможность какую-то выйти замуж. Ну, причина основная у большинства женщин – это иллюзия. То есть общество не такое, как раньше. То есть идет определенная деградация мужчин и женщин в том числе. Женщины начинают себе что-то там искать непонятное, которое никогда не найдешь. А мужчины, они вообще жениться не хотят. Они хотят наслаждаться просто женщинами и все. И вот эта вилка, она, ну, очень труднопреодолима. Это по теме сегодняшней лекции тоже. И вот эта вилка, она, ну, очень труднопреодолима. Мелочи. Поднимите вот девушки, которые знают такого мужчину. Шесть человек, поднимите. Вам такой нужен, что ли? Олег Геннадьевич, я на самом деле не, ну, откровенно скажу, что я каких-то вот таких планок не устанавливаю, каких-то требований особых. Вот вы же, ну, видите, да, что нет на моем жизненном пути никакого, ни хорошего, ни плохого, ни высокого. На вашем жизненном пути есть человек, скоро познакомитесь. Алкоголик один встретился, так мне такого не надо. Как, как? А встретился один, так он алкоголик. Мне такого не надо, я уже думала сначала, что вроде... Ну, я об этом и говорю, что планка высокая. Олег Геннадьевич, я начальник отдела, рядом с алкоголиком. Ну, я об этом и говорю, понимаете? Так вот, я даже вот и говорю про то, что... Я сейчас под стол залезу. Вы же начальник отдела, а я не начальник отдела. Да нет, Вегеннадьевич, я не об этом. Контролер, как я смогу с вами разговаривать сейчас? Я вам с самого начала сказал, планка высокая. Вы со мной спорите. Нет, я имела в виду, что за все годы вот встретился только один. Ну, вот такой и все. Ну, вот такой вот, вот как положено, то есть встретился. Вот сейчас человек есть, да? Я, значит, его чувствую. Нет, я его отшила уже давно, уже несколько месяцев назад. Сколько? Ну, несколько месяцев назад. Несколько месяцев. В ноябре. Ну, значит, еще кто-то будет. Но я не могу вам обещать, что он будет там, чтоб не пил, не курил там. Я не могу вам обещать. У вас нет такой судьбы. Хоть начальник отдела, хоть начальник птицефермы, я не знаю. Понимаете? Понятненько. Спасибо. О, уже как-то чувствуется, какой-то пошел обмен данными. Ну, ваш последний вопрос, потом лекция. Хорошие вопросы по теме сегодняшней лекции. Садитесь, не надо. А можно, да? Олег Геннадьевич, вопрос такого плана. Начал с братом общее дело. Вместе вы? Нет? А, брат кто? А, нет, брата здесь нету, просто я рассказываю, что начали с ним крупное общее дело, и на этом фоне, ну, так сказать, разругались. Ну, правда, у вас хороший период сейчас у обоих, вы можете сделать это общее дело, у вас может получиться. Да, мы его практически сделали, просто там столько было негатива и обид, что кончилось тем, что, ну, как бы наши семьи перестали общаться, а родители встали на его сторону, ну, как бы приняли его позицию в этой ситуации. Ну, надо вам смириться, может, с его позицией. Вот, и сейчас, как бы, такая позиция, что, ну, просто нет, суть такая, что я постоянно ему всю жизнь уступал, сначала по мелочам, потом все больше и больше, и он такой, знаете, как маменькин сынок, то есть всегда его все опекали, оберегали, и в один прекрасный день мне просто это надоело, когда дело уже коснулось, ну, как сказать. А зачем вы с ним тогда начали бизнес делать, если это так? Нет, это не бизнес, это строительство общего дома у нас началось. А, вот так все, да. Вот, и как началось, там сразу начались, там, разные недопонимания, там, денежные вопросы и так далее. Вопрос, вот, что сейчас в этой ситуации делать? То есть мы сейчас с ним практически не общаемся, и с родителями... Надо достроить дом, как минимум. Так, а вот один человек его уже достроил, а другой строить не хочет. Вы подостроили. Я достроил, а он строить не хочет. Ну, купите у него его половину, у вас получится. Купить, а зачем мне такой большой дом? А потом продадите половину, заработаете деньги. Или потеряете. А как в итоге с ним-то вести себя? Никак. Вы не сможете с ним себя вести, у вас очень тяжелая карма. Надо оставить этот вопрос пока. Ну, то есть жить бы мы с ним теоретически и не смогли бы вместе, да? Нет, не смогли. Как соседи? Нет. Была бы полная жесть. Вот то, что сейчас, еще умножьте на три. Понятно. Надо купить у него его, как бы, части. Все, спасибо. Я вам могу вот просто вообще сделать счастливый сегодняшний день, если хотите. Если вы мне поверите. Хочу. Вы чем занимаетесь вообще? Какой у вас бизнес? Я самозанятый. Мебелью занимаюсь. Вот именно. Поэтому я прямо вижу, как во второй половине вы делаете офис для своей работы. У вас там все отлично получится. Я прямо вижу. То есть вы в одной половине живете, а во второй занимаетесь деятельностью. И у вас будет все отлично развиваться. Бог вам дал вот офис. Все. Радуйтесь. Если вы мудрый человек. Спасибо. Ладно.